Я помню, я горжусь. В России и в ряде стран мира стартовала акция «Георгиевская лента». В наше время все это имеет особое значение. Это символ несломленного духом народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне. Миллионы людей прикрепляют георгиевскую ленточку к одежде, тем самым демонстрируя дань уважения и памяти тем, кто пал на поле боя, и тем, кто в невероятно тяжелое время трудился на благо фронта. В Тверской области волонтеры Победы вышли на улицы городов, чтобы раздать жителям более 20 тысяч лент. Война заглянула почти в каждый дом. Практически в каждой семье есть свой герой, своя история Победы. Трагичная или наоборот счастливая. А потому георгиевская лента – символ подвига предков, дорога как память о тех событиях для каждого жителя страны. В Тверской области шли ожесточенные бои, огромное количество погибших. Праздник Победы здесь встречают с особой гордостью. Георгиевская ленточка стала уже не просто символом нашей страны, это символ исторической памяти, символ великого подвига, великого народа. Молодое поколение должно помнить, чтить и уважать то, через что пришлось пройти нашим дедам, прадедам. Активно в торжественных мероприятиях участвует молодое поколение. В конце апреля на Тверские улицы традиционно вышли волонтеры Победы, чтобы раздать горожанам георгиевские ленты. Само событие – это очень важная дата. Мы раздаем георгиевские ленточки, чтобы как можно больше людей знали и помнили об этой дате. Это все очень важно для молодежи. Для меня участие в этом мероприятии – это посвящение большей жизни наших прадедушек, прабабушек, бабушек, дедушек, которые участвовали в войне. Акция проводится каждый год во всех городах России. Всего в Тверской области до 9 мая более тысячи волонтеров раздадут около 20 тысяч лент. В Твери торжественный митинг традиционно прошел у обелиска Победы. За георгиевскими лентами сразу же выстроилась очередь. Здесь и люди старшего возраста, и молодежь. Мы взяли ленты для своей школы, потому что мы чтим и помним память солдат. Мы очень уважаем то, что сделали для нас предки. И мы хотим, чтобы младшее поколение тоже не забывало об этом. Прадедушки, прабабушки. Воевали все, очень у многих. И надо помнить, ходить на такие мероприятия и продвигать это к детям. Это символ нашей победы в Великой Отечественной войне. Это главный символ нашей страны. Один из главных символов. Такие мероприятия объединяют людей и являются неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего поколения, считает глава региона. При организации праздничных мероприятий в честь Дня Победы очень важно поддержать проекты, которые исходят от самих граждан и получают широкий отклик людей разных поколений. Это такие акции, как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Подобные общественные инициативы являются эффективными формами патриотического воспитания молодежи, стимулируют ее интерес к отечественной истории. Напомним, что акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в 2005 году. На сегодняшний день к ней присоединяются почти 90 стран мира. Символ был учрежден в конце 18 века как лента боевой славы. Принято считать, что три оранжевые полосы обозначают пламя, а две — черный дым.